ПАУЗА В УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР ЛИГИ Подходит к завершению пауза в украинской премьер-лиге, связанная с играми сборных Украины. Национальная команда, как известно, феерически обыграв португальцев, забронировала себе путевку в финал Евро-2020. Также провели свой игровой цикл сборники юниорских и молодежных команд. Заполнили паузу контрольным поединком против Александрии. Остались довольны и содержанием игры, и результатом, понятно. Игроки, которые не имели много игровой практики, сыграли, то есть все нормально. Что касается кадровых потерь, то вроде бы нету все здоровые, со сборной приехали. Батагов, Супряга и Назаренко в хорошем здоровье, в хорошем расположении духа. Поэтому все готовы и готовимся без кадровых потерь. Следующий соперник Днепрян в чемпионате – один из конкурентов за место в шестерке УПЛ – футбольный клуб «Мариуполь», пока расположившийся на восьмой позиции в таблице за спиной Днепровского клуба. Готовимся к игре. Поздравительная тренировка, квадратка, пробежка людей. Завтра, смотрите, давайте в час постараемся выехать. Без 15.11 соберемся уже на теорию, поговорим о Мариуполе. И чтобы в час выехать, чтобы на второй тайм успеет терять пистанцию. У них достаточно неплохая игра. Они стараются контролировать мяч, играть в современный футбол. Но я думаю, у них структура игры, если они от нее не отходили. Даже в товарищеской игре, я же говорю, они контролируют мяч, стараются не бить мяч вперед, а выходить через короткий средний пас. У них довольно неплохая атака. Впереди молодые ребята играют. Что можешь противопоставить с такому сопернику, тем более на его стадионе уже одно? Да против быстрых игроков, я считаю, нужно играть плотнее, в прием, жестче. Ничего как бы нового. По играм видно, что неплохая команда, хорошие ребята играют, хорошие фланговые игроки. Я думаю, мы полностью готовы. Тем более контрольный поединок сыграли, я считаю, хорошо. Все готовы. Думаю, будет хорошая игра в Майлбаре. Мы с ними играли, сравнительно недавно, две паузы назад, играли контрольную игру. Поэтому знаем их хорошо. И есть моменты, которые мы разбирали, но опять же, мы стараемся отталкиваться больше от своей игры. Здесь есть команды, которым, может быть, нужно готовиться более детально, более пристально. Есть команды, которые такого же уровня, как мы. Поэтому нужно, прежде всего, уделять внимание своей игре. Но тоже касалось и этой паузы. Мы сейчас вступаем в период, когда будем играть с командами. Гранды нас не ждут, поэтому нам нужно больше делать акцент на своей игре. Акцент на своей игре. Но наверняка вы знаете о том, что трех человек в Майлбаре не досчитается в игре. Ну да, знаем. Есть ребята, которые пропускают. Но, опять же, на нашей игре это не будет отражаться. Это, скорее всего, будет головная боль для Бабича. Мы готовимся в привычном режиме. Мы стараемся улучшить нашу игру. Команда Александра Бабича в компании с Ковлевским Колосом как раз и рассматривается в Днепре как один из главных конкурентов за стратегическую шестую строчку в чемпионате. Ну вот сейчас октябрь для нас, наверное, один из важнейших периодов. Концовка октября. Нам нужно набирать очки и с Мариуполем, и с Олимпиком. Это самые важные задачи на короткий срок, для того, чтобы подниматься вверх. Поражения будут, понятно, отбрасывать нас дальше в турнирной таблице гораздо ниже. Поэтому наша задача пройти удачно этот отрезок и смотреть уже после этих двух игр, как там дальше будет все. Потому что ситуация, плотность большая, ситуация в турнирной таблице очень быстро меняется. Это там две удачных, или какая-то положительная серия, там две победы подряд. Сразу выбрасывают команду на самый верх, поэтому здесь разница небольшая. Поэтому понятно, что пятерка команд, которая уже будет играть два гранда, Заря, Александрия и Десна, наверняка будут играть в первой шестерке. Вот борьба идет за шестое место. Итак, воскресенье. Стадион имени Владимира Бойко, футбольный клуб «Мариуполь» СК «Днепр-1». Начало матча в 14.00. Прямая трансляция на телеканале «Футбол». Детальный обзор игры и, как всегда, эксклюзивные материалы до, во время и после матча смотрите на клубном канале YouTube, а также на официальном сайте и социальных сетях спортивного клуба «Днепр-1». Субтитры подогнал «Симон»!